Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Матвей Лебедев. Здравствуйте. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах. Все на автоматике. Новую газовую котельную ввели в эксплуатацию в Южно-Сахалинске. Необходимая для всех. В онкодиспансере проводят диагностику на выявление рака молочной железы. Больше, чем сервис. В областном центре открыли флагманский шинный центр «Интера». В преддверии топительного сезона в островной столице нарастили сгревающий город мощности. В понедельник ввели в эксплуатацию новую газовую котельную. Она расположена в южной части областного центра. Уже в этом сезоне современный объект обеспечит теплоснабжением 11,5 тысяч человек. В планах подключения и строящихся объектов. Еще год назад эту фабрику тепла можно было изучать только по проектной документации. Сейчас объект готов под ключ. Модульная котельная собрана, как гигантский конструктор. Этот новичок коммунальной инфраструктуры критически важен для города. Южная часть города отставала по теплопотреблению, поскольку находится в самом удаленном районе от ТЭЦ-1. Соответственно, зимой при критических температурах испытывала явный дефицит тепла. Сейчас эта проблема будет решена благодаря вот этой замечательной современной котельной. Мощная котельная, способная согреть десятки тысяч человек. Напичкана автоматикой, предусмотренное дистанционное управление. Вот и символическую кнопку запуска установили на улице. В приветственных речах отмечается, что это первый такой объект на территории области, построенный в рамках концессионного соглашения. Знаковое событие. Мы пускаем вот эту мощную котельную, которая, конечно же, решает очень важную задачу, что повышает качество теплоснабжения для наших южно-сахалинцев. Это важно, поскольку вот здесь вот рядом еще строится целый микрорайон, и эта котельная будет обеспечить его тоже. По инициативе губернатора, для скорейшего решения, копившихся годами проблем в сфере ЖКХ, привлекаются не только областные, но и внебюджетные средства. И эту котельную область получила, по сути, в длительную рассрочку. Партнером региона выступила корпорация «Росатом». Ее дивизион «Росатом. Инфраструктурные решения» вложил в проект свыше 857 миллионов рублей. «Привлекаются внебюджетные средства, которые позволяют быстро, оперативно вводить в эксплуатацию такие замечательные объекты. И, конечно, могу сказать, что с водом этой котельны жители не увидят в своей квитанции никаких повышений, потому что всю разницу в тарифах берет на себя правительство Сахалинской области». Дорогие друзья, мы переходим к самой важной части нашей церемонии. Всех желающих пригласили на экскурсию по лабиринтам современных коммуникаций, в ходе которой рассказывали о преимуществах установленного оборудования. К примеру, автоматика сама регулирует мощность котельной, ориентируясь на температуру воздуха. Используемый газ сам по себе – важный экологический плюс. Но есть тут и дополнительная зеленая опция – горелки с системой рециркуляции дымовых газов. «Под горелкой идет газоход. А для чего это сделано? Ну, почему такие горелки разрабатывают и применяют? Для снижения выбросов. Получается, как катализатор в автомобиле дожигает выхлопные газы, чтобы меньше было выбросов, ну, С5 или как он там, да, класс. Здесь то же самое. Можно сказать, что это БМВ». «Надо отметить, что на сегодняшний момент проекты, которые, несмотря на всю текущую экономическую ситуацию, реализуются в сроке, в заданной смете, это очень здорово. И поэтому ребята молодцы, они справились». Застройщики возводимого неподалеку микрорайона уже подали заявку на подключение к новой котельной. Тепло от нее пойдет и в новый хирургический корпус областной больницы. Алексей Трелицкий, Александр Тютюнников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Акция, направленная на раннее выявление рака молочной железы, стартовала в областном онкологическом диспансере. Профилактические мероприятия проводят ежегодно для сахалинок всех возрастов, начиная с 18 лет. Отмечу, рак молочной железы считается самым распространенным видом онкологии среди женщин. Поэтому врачи рекомендуют осуществлять самостоятельный осмотр раз в несколько месяцев. При обнаружении подозрительных симптомов обратиться к специалисту. Сначала врач проведет визуальный осмотр, после чего женщины до 40 лет должны пройти УЗИ молочных желез. Пациенток старшего возраста отправляют на маммографию. Если посмотреть статистику, которая ведется в Южно-Сахалинске и в общем по Сахалинской области, то на данный момент у нас идет тенденция к снижению по раку молочной железы в связи с тем, что мы выявляем образование на ранних стадиях. То есть это первая и вторая стадии. Пациентки после оперативного лечения, после гормонотерапии живут полноценной жизнью. Всего через кабинеты онкологов до 6 октября пройдут около 200 женщин. На данный момент запись в диспансер полная. В случае необходимости в учреждение добавят дополнительные места для посещения. Осень меняет зеленоватые обличия на красно-желтые. Вместе с тем водители переобувают свои авто. Услуги в этом вопросе готов предложить новый флагманский шинный центр Интера. Его открыли в территориально удобной точке Южно-Сахалинска. На пересечении улицы Ленина и проспекта Мира расположили 400 квадратных метров качественного сервиса. Детально о нем в следующем сюжете. Аплодисменты! Ленточка режется! Праздник начинается! Символический надрез ленточки – не просто ритуальное событие. Оно приглашает посетителей не только в новый магазин, но и в эру современного техобслуживания. Шинный центр Интера совместил под одной крышей торговую точку и автосервис. Это, несомненно, помогает, потому что всегда приятно приехать в какое-то одно окно, где можно сразу и купить шины, и тебе их сразу поставят, и отрегулируют, и сделают расхождение. Это очень, на самом деле, положительный момент. По адресу Ленина 591 в услуги не откажут никому. Автосервис работает как с легковым, так и грузовым транспортом. Для этого здесь уже функционируют два подъемника, в скором времени их будет семь. Дополнит сервис шесть шиномонтажных постов. Комплекс сможет одновременно обслуживать до 12 машин. В базовых комплексе услуг будут предоставлены такие услуги работы по замене масла, масел, замена фильтров, шиномонтажные, грузовые, легковые и прочие слесарные работы. В ближайшее время мы планируем, планируется предоставление услуг по развалу схождения колес. Пока этим занимаются мастера, гость центра может комфортно и с пользой провести время в шоуруме. В нем представлены шины, диски, аккумуляторы и масла. Торговая сеть Интера работает с более чем 10 производителями. Среди них как отечественные, так и зарубежные компании. Ассортимент включает в себя продукцию от шин Максис и Хэнкук до Кордианты Бриджстоун. Производитель Максис, он входит в топ-10 вообще производитель шин в мире. Сам бренд он тайваньский, соответственно шины делаются и в Тайване, в Шанхае делаются. Плюс у них очень хорошая линейка, не только легковая, но и для внедорожников та же АТ-шка, ну там грубо говоря, которая предназначена для шоссе и для грязи. Симпатию центра Интера заслуживает и демократичными ценами. Они заметно ниже, чем у конкурентов. Работают здесь и акции при покупке масел Шелл или Тебойл. Их замена и диагностика ходовой части идут в подарок. Ассортимент, я уверен, у нас один из самых лучших в области. Цена на сегодняшний день самая конкурентоспособная. Сейчас мы уже получаем контейнера 24-го года по Родкрузе. Вы можете прийти и купить уже Родкрузе сейчас по этой цене. Потому что в следующий год однозначно, конечно, будет дороже. А выбор на основе действительно богатый. Сейчас торговая сеть Интера – это семь центров, расположенных по всей области. Компании доверяют в Ноголиках, Паранайске, Углегорске и Холмске. В Южно-Сахалинске открыты три точки. Теперь среди них и Флагманская по адресу улица Ленина, 591. Ее двери открыты с 8 утра до 8 вечера, с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье с 8 утра до 7 вечера. Влад Французов, Александр Кладов, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ. Мотосезон на Сахалине официально закрыт. В субботу церемония прошла в областном центре. На парковке за озером Верхним в городском парке собрались около 200 байкеров. Приезжали не только местные, но и из ближайших районов. Самая многочисленная группа мотоциклов выдвинулась из Долинска. Среди остальных ее встречала наша съемочная группа. Парковка за озером Верхним – место немаленькое, но самая подходящая. Площадь достаточная, чтобы вместить около 200 мотоциклов. Правда, за 40 минут до начала церемонии здесь было лишь 7. Эти ребята первыми приехали из Солнечного Холмска и были неприятно удивлены обрушившимся на Южно-Сахалинское ливнем. Нет, вообще у нас там светило солнце, поэтому мы доехали спокойно, не торопясь. На Сахалине катаемся на Ловицкий перевал, поэтому как погода позволяет, сразу едем. Но это всегда масса впечатлений. К двум часам дня приехала основная группа байкеров из Долинска. Многочисленным составом они быстро заполнили парковку. Мотоциклы на любой вкус – от ретро до современных, от японских и до корейских. Но не все прибыли сюда на своем байке. Вячеслав Атаман прилетел из Амурской области. Президенту клуба «Славяне» транспорт передали братья из Корсакова. Здесь мне дали мотоцикл, да. Мне дал мотоцикл брат с мотоклуба «Амигас». Мотоцикл «Хонда Вальхирия» – это бывший мой мотоцикл. Я ему продал вот сюда, полтора литровый. Вот на нем двигаюсь. Сезон как сложился? Да хорошо сложился. Покатались там. У нас братья в Иркутске были. Вот сейчас на Сахалин я приехал. Помотались. Ну, нормально, хорошо сложился сезон. Всего в этот день на Сахалин прилетели представители трех мотоклубов с материка. Такие визиты для байкеров – обычная практика. Местные, в свою очередь, летают сами в гости на большую землю. Своя же, островная, в это время не пустует. К движению присоединяются все больше людей. И доли молодежи среди них немалая. Сейчас на острове насчитывают свыше десяти объединений. Очень порадовало Сахалинское отличное лето. Много катались, катались по Сахалину, общались со всеми мотоциклистами, грубо говоря, области. К нам приезжало очень много гостей в этом году. Ну, мотоциклистов, естественно, всех встречали. Очень плотное общение было в этом году. Прям, ну, супер. Впереди у байкеров межсезонье. На семь месяцев они остаются без поездок. Несмотря на это, планы на осень и зиму уже расписаны. Влад Французов, Александр Кладов, Илья Назаров. Солнце ТВ. Ни дождь, ни ветер настоящих сахалинцев не испугали. Сотни человек присоединились к Всероссийскому дню ходьбы. К многокилометровой прогулке присоединилась и наша съемочная группа. Обходя лужи, держа бутылки с водой и зонты в руках, участники скрываются в лесном массиве экотропы Еланька. Для большинства пешеходов важно преодолеть маршрут, а не прийти первыми. Потому что здоровье – это жизнь. Мы всегда должны поддерживать свое здоровье, ходить, улучшать его, укреплять. Всероссийский день ходьбы в Южно-Сахалинске объединил участников от 4 лет и старше. Главное для спортсменов – качественная экипировка. Комбинезон, дождевик, осенние ботинки и все. Всероссийский день ходьбы на островах отмечают с 2015 года. Движение началось с сотни человек, а в прошлом году маршрут преодолели сразу 2000 любителей пешего туризма. Ввиду непогоды в этот раз на маршрут вышли более 600 человек. Эта тропа довольно легкая, тут никаких подъемов, спусков крутых нет. Только в одном месте уже под финиш один крутой подъем. Финиш организовали в долине туристов. Его черту первым преодолел Василий Мищенко из города Аха. Стать лидером состязания ему помог туристический опыт. В конце маршрута участников ждали палатки с едой, напитками, фотозона и выступления сахалинских музыкантов. Более 70% населения сахалинского региона занимается физкультурой и спортом. Все потому, что для этого созданы все условия, большое количество спортивных объектов. Все желающие могут присоединиться к занятиям спортом. Проводятся бесплатные зарядки, тренировки по горному велосипеду, гиревому спорту и фитнесу. Все это результаты федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны. Дмитрий Петров, Алексей Вершинский, Илья Назаров, Солнце ТВ. На стадионе «Спартак» сахалинцев впервые в этом году проиграли СКА «Хабаровск-2». Встреча 1 октября прошла в рамках 11-го тура первенства России по футболу среди команд 2-й лиги дивизион «Б» третьей группы. Подробности игры у Дмитрия Петрова. После двухмесячного перерыва команды «Сахалин» и СКА «Хабаровск-2» вновь противостоят на футбольном поле. Последние встречи запомнились армейцам двумя поражениями от островитян. На этот раз тоже были предпосылки к триумфу «Сахалина». Однако на 10-й минуте к голу привела атака СКА. Сахалинцы бросились отыгрываться. На 18-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Валерий Ольшанский пробил в левый от воротаря угол, когда Захар Бадюк прыгнул вправо. Счет 1-1. Я всегда им говорю, чтобы они не боялись играть. Молодые мальчишки, которые прошли только пород 17-18 лет, где-то у них еще много... Они все талантливые, но иногда важно, чтобы они, опять же, поверили в себя. Чтобы играли в футбол, играли в свою игру, он все равно принесет им результат. Так островитяне прерывали безголевую серию из трех игр. Однако это была единственная активность сахалинских футболистов, которая принесла команде результат в матче. Уже на 86-й минуте хабаровчане с навеса отправили еще один мяч в ворота островитян. Счет 2-1. Конец матча. Обидное поражение. Опять потеря концентрации в начале игры. Быстрый гол пропускаем. Потом вошли в игру. В целом мы по организации игры, обороне, в атаке, в принципе, действовали довольно-таки успешно. Ну, две ошибки и два гола. У нас и подходы, и моменты, и удары. Не можем никак реализации хромать. Ну и, конечно, не хватило сегодня глубинной состава. Две замены. Карточки, травмы. Конечно, так тяжело. Ну, двигаемся дальше. Сейчас сахалинцы готовятся к встрече с «Динамо Владивосток». Для этого спортсменам потребуется минимум два дня на восстановление после перелета в Химки, где пройдет матч. Дмитрий Петров, Алексей Вершинский, Андрей Лангерман, Сонс ТВ. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. Напомню, об актуальных новостях региона также можно узнать на наших страницах в социальных сетях. А на ютюбе посмотреть сюжеты, выходившие в эфир. В студии был Матвей Лебедев. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Двери от империи. 25 лет с вами. 5 филиалов по Сахалинской области. 15 ведущих заводов России. 25 лет на рынке дверей. Уверенный выбор сахалинцев. Двери от империи. Единый номер 505 500. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...